Вопрос к женщинам. Что вы на самом деле думаете о мужских детородных органах небольших размеров? Как вы реагируете, когда видите, что у парня маленький шланг? Любая девушка, которая скажет, что отдает предпочтение большим лонгерам, будет втоптана в дерьмо. Ей скажут, что у нее ведро между ног. Такие обсуждения всегда заканчиваются одинаково. Проще сказать мужчинам то, что они хотят услышать. Каждый раз, когда я обсуждаю эту тему с женщинами, они всегда говорят одно из двух. Первое, большинство предпочитает средний размер, 13-17 сантиметров. Второе, некоторые предпочитают стволы большого размера, 17 сантиметров и более. Маленький это все, что меньше 13 сантиметров. Извините, ребята, никто из моих знакомых не предпочел маленькие мужские достоинства. Однако, это не означало, что у них не было положительного опыта с маленькими шлангами. Просто они не выбрали бы маленький размер, если бы была возможность выбрать. Так оно и есть. Это не конец света, потому что если у вас маленький, я рекомендую купить партнерше несколько игрушек и использовать их в процессе. Прелюдия, массаж и оральные ласки также будут огромным плюсом. Примите это и двигайтесь дальше. Сосредоточьтесь на том, чтобы доставить девушке удовольствие, а не на своем маленьком недостатке. Лично для меня интим это на 80% психология и только на 20% чисто физическая стимуляция. Если уделите время своей партнерше, выясните, что ее заводит и каковы ее предпочтения и фантазии, вы, вероятно, сможете удовлетворить ее больше, чем кто-то, у кого размер в два раза больше вашего. Учитывая мой до смешного чувствительный рвотный рефлекс, я бы не возражала время от времени насчет шлангов поменьше. У моего первого парня был очень большой шланг. Настолько большой, что я не могла наслаждаться близостью. Это было больно до ужаса. У следующего парня прибор был средним и интим был хорошим. У следующего парня детородный орган был таким крошечным, что я была рада, что он не видел моего лица, когда я первый раз достала его. В этот момент я почувствовала настоящее отвращение. Но оказалось, что он знает, как им пользоваться. Два года вместе, и я ни разу не вспоминала о его размере. Я нахожу маленький шланг очень непривлекательным на вид, но лично меня не смущает маленький размер. Предпочла бы ли я немного больше? Если честно, да. Но это не значит, что я буду смеяться, показывать пальцем или не буду заниматься с тобой этим. Важно то, как вы его используете. У меня был похожий опыт. У первого парня был 21 сантиметр, у второго 15, и последний был, честно говоря, я не уверена в точной цифре. Была огромная разница в том, как чувствовался интим с последним парнем относительно двух других. Скажем так, я не чувствовала вообще ничего. Я даже не могла сказать, что он был во мне половину времени. При этом он был достаточно крупным парнем, более 180 сантиметров ростом и довольно тяжелый. Он не хотел ничего пробовать, кроме миссионерской позы, и я была буквально пригвождена к кровати, не в хорошем смысле. Я могу честно сказать, что ни разу не была удовлетворена. Было много случаев, когда в конце мне приходилось держиваться, чтобы не сказать ему «и это все?». Он также сказал мне, что его бывшая до меня ушла от него к вибратору. Я чуть не ляпнула, но я могу понять почему. Я начала чувствовать себя конченной сукой. Дело в том, что я чувствую, что если бы он был открыт для общения со мной хоть немного, все могло бы быть лучше. Хоть у меня и небольшой опыт, но я слышала, что разные позы лучше подходят для определенных размеров, и это могло бы быть чрезвычайно полезно для нашей ситуации. Кроме того, он всегда говорил, что я веду себя как распутная девка, когда я пыталась рассказать ему о некоторых своих предпочтениях. Как будто говорить ему, что мне нравится и чего я хочу, было под запретом. В общем, я пытаюсь донести, что нужно говорить со своей второй половинкой. И не бойтесь экспериментировать, чтобы найти то, что больше всего нравится вам обоим. У моего первого парня был солидный размер. Наверное, 21-23 сантиметра. Однако у моего последнего бывшего парня было, наверное, сантиметров 8 при полной боевой готовности. Его шланг буквально втягивался внутрь его тела, когда он вставал. Он был слегка полноват, примерно 100 сантиметров в талии и около 170 сантиметров роста. Я провела три года в этих отношениях, с удовольствием делая это в позе сверху, заставляя его чувствовать себя мужчиной каждую ночь. Я действительно любила его, но в глубине души я понимала, что он был ужасен в постели. Но как женщина, я должна сказать, было приятно, когда со мной обращались как с богиней. И я уверена, что для него было приятно, что я не отношусь к нему как к дерьму, за то, что он на 100% не зависит от него. Честно говоря, он знал, что у него есть недостатки и компенсировал их. Не смущался и не обижался из-за использования игрушек в спальне. Возможно, это были одни из моих самых свободных отношений. Интересный факт. Одна сучка, с которой я работаю постоянно, жалуется на маленький прибор своего бойфренда. Она жалуется, жалуется и жалуется, но ни разу не пожаловалась на свое 200-килограммовое телосложение. Ну, конечно, ваша бедная интимная жизнь не имеет ничего общего с тем, что через твои массивные бедра пробиться так же сложно, как и через охраняемую военную базу. Я понимаю, что меня, наверное, сейчас все возненавидят, но, честно говоря, маленькие стволы всегда вызывали у меня отвращение. Так что, как правило, я выбираю парней, у которых лонгер хотя бы 16 сантиметров в длину в готовом состоянии, а также имеют приличный обхват. Но это всего лишь я. Некоторые женщины не возражают, но я определенно не из их числа. Я не осознавала, что размер моих предыдущих партнеров был выше среднего, пока недавно я не встретила парня с маленьким прибором. Честно говоря, я была немного разочарована, потому что мне было с чем сравнить. Заметьте, этот парень также не знал, как эффективно использовать свой маленький размер, так что я могу быть необъективной. Если я вижу, что у парня маленький, я все равно обязательно дам ему шанс, и, конечно, не буду комментировать его прибор. Тем не менее, определенно легче сделать отсос парню с маленьким шлангом. Хотя, крошечные яйца меня немного пугают. У меня никогда не было опыта с парнями, у которых маленький размер. Я не читала всю тему, но решила привести вам несколько цифр. Средняя глубина влагалища составляет 15 сантиметров. Если бы ваш шланг был больше, он просто не поместился бы. Долбежка по шейке матки – это неприятно. Больше всего нервов расположено в первых 6 сантиметрах влагалища. Я говорю только о влагалище, а не о клиторе. Поэтому, в основном, только первые 6 сантиметров нужно стимулировать, чтобы женщина почувствовала удовольствие. Так что, по голым цифрам, все должно быть не так уж плохо. Я была со многими разными парнями и разных рас, в том числе, да, некоторые стереотипы верны. Я видела разные шланги разных форм и размеров. У одного парня был большой. Чтобы вы понимали, я бы не сказала, что у актеров из фильмов для взрослых большие. Просто больше среднего. И я могу честно сказать, что никогда не получала удовольствие от близости с ним. Большую часть времени я готовилась к любой возможной боли. Я была слишком сосредоточена на том, чтобы не получить травму. И, конечно, не могла получать удовольствие. Однажды я пошла на свидание с челом, у которого был очень маленький. 3 сантиметра. И я имею в виду в стоячем положении. Когда я впервые увидела его, я была немного в шоке. Но я просто позволила этому чуваку сделать свое дело. Честно говоря, это был лучший опыт в моей жизни. И я говорю это не потому, что его крошечный шланг ощущался хорошо внутри меня. А потому, что чувак придумал все возможные альтернативные методы, чтобы мне было действительно хорошо. Например, используя свои руки, язык. У нас был интим только один раз, но я все еще думаю об этом как о лучшей близости в моей жизни. У моего нынешнего парня также небольшой, 7-10 сантиметров. И он также восхитителен в постели. Я кончаю почти каждый раз, когда я с ним. Я помню, как однажды спросила другую женщину, были ли ее парни с маленькими шлангами лучшими любовниками. Потому что, по моему опыту, это действительно так. Она тоже считает, что парни с небольшими стволами более хорошие любовники. Потому что им есть что доказывать, компенсировать. Плюс ко всему, все парни с небольшими шлангами, с которыми я была, также были невысокого роста. 165-175 сантиметров. Кроме того, хочу заметить, и не обижайтесь, чуваки, это только о парнях, с которыми у меня был опыт. Но парни с огромными накачанными мышцами ужасны в постели. Мне кажется, они думают, что они и так крутые, супергорячие чуваки, и не должны прикладывать никаких усилий, что приводит к ловле звезды в постели. И единственный парень, у которого был комплекс по поводу размера своего лонгера, был тем, кто смотрел слишком много клубнички. У него при этом был достаточно большой шланг, около 20 сантиметров. Он постоянно просил меня зачем-то измерить его, хотя я никогда этого не хотела. Парни, не уверенные в размере своего прибора, это просто кошмар. Это очень чувствовалось и мгновенно портило весь настрой перед близостью. Однажды я встречалась с парнем, у которого был очень маленький прибор. Давайте назовем этого парня Боб. Детородный орган Боба был, вероятно, 7 сантиметров, когда он был полностью готов. Я нормально отношусь к маленьким шлангам, это не станет причиной, чтобы порвать с этим парнем. В конечном итоге мы встречались около 6 месяцев. Однако, если у вас маленький, я ожидаю, что вы компенсируете это другими способами. Если вы не очень хорошо одарены природой, я ожидаю, что вы будете очень активно пользоваться своими пальцами и языком. К сожалению, Боб был не из таких, и я никогда не испытывала оргазма за все время, что мы встречались. Кроме того, Боб был уже все через 15-30 секунд после начала. Он был очень эгоистичным любовником. Я действительно ценю парня, который пытается и прилагает усилия, чтобы удовлетворить меня. Кроме того, раньше я спала с парнем с очень большим стволом. Невесело. На самом деле, это было довольно болезненно, и нам пришлось использовать много смазки. Короче, я не возражаю против маленького шланга, но я возражаю против его эгоистичного хозяина. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok